Здравствуйте. Так слышно, да? Слышно? Всегда очень трудно выступать после хорошего юмора, ну попробую. Стихотворение называется «Письмо», имеет с собой три эпиграфа. Первый из Андрея Битова. А вы замечали, что на картинах художников «Мадонна с младенцем» Мадонна получается практически у всех, а младенец практически ни у кого. Очень трудно отобразить невинность. Второй из Бродского, приезжая на вороной своей кобыле, в дом Гетер, под городскую нашу стену, даем цену, за которую любили, что за ту же и оплакивали цену. И последний из Николая Гоголя, как два в мертвых душах, два мужика сидя на завальнике и глядя на проезжающую бричку, рассуждает о ее ходовых качествах, мол, это колесо до Казани доедет, до Казани доедет, а до Москвы не доедет, а до Москвы не доедет, письмо. Здравствуй, мой мальчик, я к вам на деревню пишу, или же как там, изволите, вашу обитель. Не приблудился, как видите, я к шалашу, за беспокойство прошу, хоть и знаю, не спите. За зиму столько ответов и сил набралось, что без вопросов, не сверив часов и законов, как из приемной устав ожидать. На пролом лето врывается в Настюш открытые окна, голову лень оковала. К тому же жара, а на тебя уповая, что хочешь проглотим, все же справедливости ради, твоя мишура отблеск на смыслы порою бросает. От плоти плотью, от времени временем. Ветхий совет — это как в доме, где только лишь ветошь пылится, вдруг ни с того ни с сего зажигается свет, нет да и скрипнет то лестница, то половица. Под домострой триединства а-ля Рококо, вкуп возведенная самая лобная площадь, здесь воскресать бесполезно, а жить широко, и безработное небо — знамена по площадь. Живы, спасибо подпольну, духом, везде грезят и лезут гряза или скульптур из засады скверов и парков, молотят веслом по звезде, переплывая асфальт и нескучного сада. Слушай, а женщина это откуда взялась? Нет, благодарен, но надо бы предупреждать бы кем-то оборвана первопричинная связь при утолении глубоко скважиной жажды. Дождика низковетящая алчит оса, за небесами небесы ни Бога не видно, это мой мальчик, ты знаешь, мой мальчик, ты сам. Что ж искупление вины порождает невинность? Я иногда не жалею, конечно, о том, что не дано эту чашу испить на халяву, и, повалившись под аранжерейным кустом, започевать на зеленых от времени лаврах. Раз измеряется в литрах, свободу я пьем в качестве чуда, пошли хоть червонец на водку. Эту реальность мой мальчик не выбить дубьем, не говоря уж про слово, сорвавшее гротку. Мальчик, покинувший нас на обратном пути, дея способность отринувшей, дея причастием. Что-то твоих отголосков не слышно почти, знать во вселенной ютимся с подветренной части. В опытных данных твой собственный опыт тебя тем достовернее, чем недоступнее тайна. Возобладав надо всем, невозможно терять. Правит по праву мой мальчик, и лето летально. Толпы апостолов, заполонивших восток, ртутной рекой истекают с гранитной оправы за горизонтом. Должно быть в инферно, в отстой. Впрочем, за ней априори судить я не вправе. С тем ставлю точку прощаться противно уму, пожелать до свидания вовсе не леп, кто ж его знает. Да я и пишу потому, что не уверен, докатит ли это телега. Спасибо. Спасибо.